Друзья, всем привет! Вы на канале тот самый шашлычок. С вас подпиской лайк, с меня вкусные рецепты различных блюд. В сегодняшнем нашем меню свиной рулет. Готовить я его буду из этой прекрасной рульки. Здесь что-то около двух килограмм. Рулька мясистая. Пробежимся по специям, что понадобится нам для будущего рулета. Соль, чесночок, 7 головок, зубчиков я уже нарубил. Перец черный молотый, специи для свинины, паприка и мускатный орех. Приступим! Задача наша сейчас снять шкурку аккуратно с рульки, так как шкурка нам нужна целая, не поврежденная. Естественно, где-то будет что-то свисать. Подровняем для будущего рулета, чтобы было все красиво. Мясо с кости будем аккуратно снимать, срезать. Далее, грубо говоря, вы все увидите. Приступаем к разрезу шкурки. Все готово. Мясо я отбил. Вот, прилично так получилось. На слайце нарезал и отбил. Начинаем. Слегка солим. Сильно не надо, так как у нас тут присутствует специя, специально для свинины. Там тоже присутствует соль. Как говорится, лучше не досолить. Давай перчик черный немного. Специя для свинины. Мускатный орех. Ну, с мускатным орехом там, я не знаю, смотрите сами. Кому-то он нравится, кому-то нет. Он такой слишком яркий, насыщенный, что можете с ним просто-напросто переборщить. И продукт просто чувствовать не будете. Ни массы, ничего чувствовать не будете. Так, паприка в последнюю очередь. Чесночок. Если любите много чесночка, то у меня здесь семь головок. Кладите больше, если любите больше. Чесночок наш этот надо сейчас втирать. Вот так вот потихонечку, преминая, втираем. Сверху укладываем отбитые кусочки мяса. Сейчас наша задача их уложить. Поперчили, посолили. Он у нас готов. Полежал он где-то у нас минут 15 в таком состоянии. Сверху забытый чеснок высыпал. Теперь наша задача закрутить его. Прижимать его плотно надо. Все, обвязал. Нигде не учился, но вроде нормально обвязал. Пойдет. Главное, чтобы туда вода не проникла. Ушло у меня около 15 оберток этой пищевой пленки. Все, убираем его в холодильник от 5 до 9 часов, как я и говорил. Завтра через 9 часов включимся. И будем его варить на медленном огне. Вода будет слегка побулькивать. Где-то около 3 часов. Далее все увидите. Погрузили батончик в кастрюльку. Вариться будет 3 часа, слегка побулькивая. Далее после 3 часов сливаем воду и быстренько под холодную. Минут на 15. Потом в холодильник на 3-5 часов. Готов. Так, друзья. Рулет готов. 4 часа он у меня полежал. После того, как я его в воде прохладной остудил. Немножко он уже, как бы, я думаю, готов. Можно сделать разрез. Посмотреть, какой получился. Мясистый, сочный. Сок бежит. А вот и рулетик наш. Замечательный. Со специями. Так, ладно. Надо пробовать. Нужно пробовать. Как вкусно. Как вкусно. Просто идеально. Это шедевр. М-м-м, боже мой, как вкусно. Под застынет, будет еще вкуснее. Думаю, сейчас в морозилочку его закину, чтобы застыл. А потом уже в охлажденку. Приятного всем аппетита. А с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч, как говорится, и новых видео. Готовьте дома сами. С натуральных продуктов. Такие получаются шикарные, вкусные вещи. Вроде бы рулька. Бюджетный вариант, недорого. Зато очень вкусно. Сальцо вкусное, специи, все в меру. Описание будет под видео. Готовьте по моим рецептам. Ну, а на этой ноте я буду с вами прощаться. Как говорится, до скорых встреч и новых видео. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова